Матушка Пороскева родилась в Молдавии. В детстве увлекалась танцами, но обрести душевное спокойствие ей так и не удалось. Уже в 16 она переосмыслила выбранные цели и путь, а в 19 ушла в монастырь. 23 года её жизни были сосредоточены в киевской обители, а теперь в Бавруйске. С Украины, с Покровского монастыря меня никак не хотели отпускать. Это тоже продолжалось около пяти лет. И в прошлом году, быть может, для них это, как говорят, была последняя попытка. Они ещё раз обратились к митрополиту Киевскому всей Украины, блаженнейшему Ануфрию, и получили положительный ответ. В планах превратить территорию обители святых Жан Мироносец в целостный архитектурный ансамбль с монашеским корпусом и несколькими мастерскими. Предполагается здесь и духовно-просветительский центр. Но главная задача – окончание строительства храма святого Александра Невского. Остались внутренняя отделка и благоустройство местности. Освящение планируется на сентябрь 2021-го. Это год 800-летия со дня рождения великого князя. Когда пришла матушка Пороскева, начали помогать больше. Она очень сильно начала прославлять. Она старалась, чтобы о монастыре говорилось везде – в прессе, по телевидению. В этот момент и все, как бы оно всколыхнулось. И все стремятся помочь монастырю, как могут. Монастырь – открыт на исторической территории Бобруйской крепости в 2008-м. Через год тут началось восстановление. Остатки фундамента найдены на бывшем футбольном поле воинской части. В комплекс, помимо жилых и административных помещений, входят еще и два храма. «Тут были лагеря, тут были две войны. Поэтому тут место особое. И всегда это было привлекало людей в такие места. С другой стороны, тут стоит православный храм. В храм могут ходить все, кто угодно. Не только насельники, монахи, монахи, монастыря, но все, кто пожелает. Поэтому место особое, я бы сказал так. Тут и братские могилы по несколько десятков тысяч человек находятся. Богом определено это место, и люди сюда тянутся». Сестры – большие труженицы. Работы всегда хватает. Территория монастыря немаленькая. Поддерживают и бобруйчане. Например, в рамках субботника здесь прошла генеральная уборка. Часто оказывают помощь учащиеся строительного колледжа и военнослужащие 147-го зенитного ракетного полка. «Для города это большое благо. Когда именно что в городе есть монастырь и совершается за горожаном еще молитва, то это очень для горожан большое благо. Потому что не все люди ходят в храм, не все могут вообще иметь… То есть есть люди, которые болеют, не могут по каким-то возможности пойти в храм. Как раз таки в монастыре молитвы за всех». Сегодня православные верующие отмечают один из главных праздников – Вознесение Господне. Согласно Библии, на сороковые сутки после воскресения Иисус Христос собрал учеников на склоне Елеонской горы и велел им идти проповедовать Евангелие по всему миру. А сам на глазах апостолов вознесся на небеса. В монастыре этот день встретили традиционно божественной литургией. «Наша обитель присоединится к торжествам, которые будут проходить в Баркалабовском Свято-Вознесенском монастыре. Их обитель отмечает 380 лет. Будет служить наш экзарх, все Белоруссии, митрополит Вениамин». Вознесение Господне относится к числу 12 главных православных праздников и приходится на период между Пасхой и Троицей. Значение торжества заключается в вере человека, что душа обретает вечную божественную жизнь. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.